13 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2802, тема «Проповедь благовестия». Вы заранее готовитесь к проповеди. А бывало ли так, что вдруг вас попросят священник во время богослужения сказать проповедь, да еще и на определенную тему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Помнится, однажды во время вечернего богослужения, 25 августа, подошел ко мне батюшка, вызвал на крыльцо и спросил, мог ли бы я сказать слово об исповеднике Максиме, память перенесения мощей которого церковь отмечает на завтра. Я не хотел утруждать народ, так как должна была быть еще исповедь, и люди к ней готовились, и потому богослужение будет весьма продолжительным. Но решил сказать только несколько слов, кавычки открываются. У церкви есть градация подвигов святости. Первее всего стали подсчитаться святыми умершие в пытках за веру во Христа. За ними исповедники, то есть те, кто исповедал Христа, был в заключении. Был мучен, но при перемене обстановки оказался жив. Такие были на Первом Вселенском Соборе, и пальцы их, скрюченные от пыток на раскаленном железе, целовал император Константин. Но муки бывают разные. Иного взяли и одним взмахом секиры сняли с него голову, а другого мучают невероятными пытками долгое время, как Климента Анкирского, а он как бы ниже, потому что остался жив. Вот к таким именно исповедникам относится Максим Исповедник. Это был гигант Духа. Когда мне приходится приводить на память примеры мужества, то всегда привожу его и Феодора Студита, Никиту Исповедника, братьев начертанных, патриарха Никифора, протопопа Аввакума, коснулся я иконоборческой ереси. Тут у меня подход вовсе нестандартный, ибо не могу встать не на оппозицию защитников икон. Тех, кого называют императорами иконоборцами, кто якобы был совершенно против икон, в действительности были не такими. Они не против икон были, а против их безмерного почитания. Они предлагали повесить иконы повыше, чтобы народ не бродил за иконами. И я считаю, что эта позиция была более верной, чем у сегодняшних сверхпочитателей икон. И куда это почитание вывело нас? В самое настоящее дало поклонство. Нет икон и молиться некому. И поклонение иконам сегодня мало чем отличается от поклонения идолам, хотя иконы, конечно же, не идолы. Книга Премудрости Соломона, 14 глава, 11 стих. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделали с мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Да это явно же, что слепок с наших блужданий. Такому суперпочитателю икон в темницу жена стражника принесла поесть, а он вопрошает ее, почитает ли она святые иконы, и чтобы она это подтвердила, поцеловав икону. А уж какими способами православные добивались своей победы, с сомнительным результатом говорить страшно. Есть правило, запрещающее входить мирянам в алтарь, а вот царю это дозволено. И вот это и погубило императора Льва, когда он в алтаре молился. Охрана его осталась на Клиросе, а вот по найму или сами православные киллеры ворвались в алтарь и зарубили там императора. Явно, что это была заранее спланированная акция, ее безукоризненно, сверхукоризненно провели. 27 декабря. Феодор. Лев. Армянин. Царь. Иконоборец. В Рождество убит в алтаре с крестом в руках. Руку с крестом отрубили. Михаил Рангав, уже арестованный, путчист, с оковами на ногах, взошел на престол, убив льва царя иконоборца в алтаре в ночь на Рождество Христово на седьмой песне. Ликуют православные и разговляются веселые, целуют иконы. 21 января. Максим Исповедник. На Максима многие и тяжкие обвинения возводил казнохранитель. Святой сказал, настолько вам удастся стать справедливыми в этих обвинениях, как в сатане стать Богом. Епископы укоряют его в заблуждении. Выходит, что ты один спасешься. Отроки в Вавилоне о себе заботились и спаслись. Епископы топтали его ногами и оплевали его с ног до головы. Когда он рассказал сон об истинном положении вещей в государстве и в церкви, его стали за это привлекать. Он же сказал, за сны закон не наказывает. Судили же за сон про царя. С учеником много лет в темнице находился без одежды и пищи. Толковал песню песней о душе. Утверждал, что не царям, а попам следует исследовать писание. Отрезали ему язык и руку. Он же говорил, что дух святой и ангелов анафеме предает. Максим Исповедник нигде не призывал нести Слово Божие в народ, благоествовать о Христе. Я молюсь Максиму Исповеднику, но страдать с ним за его убеждения о иконах не пошел бы. И подражать ему не зову. Он был монах, и уже этим сказано, что он не в народе. Мы исповедники сегодня, но далеко не те, как Максим. Вот как должно было бы быть, и мог ли Максим так сказать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Деяние апостольских, 17 глава, 3 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 25 стих. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. На нас возложена обязанность прожить, прожить, не прокоптить тела и души. Путь к цели вовремя окончить, не кружить, и в жар не сгореть и не замерзнуть в стужу. Блажен, кого на руки подхватили, к себе прижали матери ладони, с кем был отец уверенный и сильный, такой при искушениях не утонет. Оправдана учеба у того, кто по крупицам собирал и оптом, прошедших опыт и спешил бегом на поприще, не просыхал, был потным. Мозаика из дней и из событий приобретала общую картину. Испытанный в скорбях ценей не битых не будет выглядеть ученейшим кретином. Смирение перед словом Иеговы ежеминутно правит наш маршрут. Свой эгоизм, хотя с трудом, но гонит, не даст увлечь себя в корыстный круг. Ответственным быть за себя, за ближних, во свете Библии всегда с открытым оком, успеть на труд, не оказаться лишним, и удостоиться быть дел святых истоком. Обязанность прожить не оробеть, когда увидишь отступление всюду, приучишься псалмы Давида петь, хотя бы окружали лишь Иуды. Безжалостно исследуйте всю жизнь, не сохранитесь под усталость, возраст. Тропа вела к Голгофе или вниз, где жертвенности нет, там при коростах корость. Полоску невезения засевайте вечным, на одичалое не тратьте силы тщетно. Победу одержавшим готовят в небе встречу, за совесть добрую, как обещал в крещении. 23 августа 2005 года. Игнатий Лапкин.